МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КПРФ, объявившая себя правоприемницей КПСС, в общем-то и приняла от нее все те недостатки, которые в конечном итоге развалили и КПСС, и Советский Союз вместе. Это авторитаризм руководства, это отсутствие связи с народом, это бюрократизация построения, это назначенчество сверху, компанейщина, протекционизм. Всю жизнь, вот эти 70 лет, КПСС, они все хорошо научились делать. В плане что делать они научились? Хорошо приклеивать ярлыки, это вот хорошо коммунисты научились делать и отговариваться. Они всегда черным назовут белым. Ничего, кроме каких-то вот меркантинных собственных интересов, этим людям ничего не надо. Все насаждается, все спускается сверху, а остальные, как пешки, должны исполнять это все. И такие вот простые коммунисты, как я, они ходят на акции протеста, они ходят на пикеты, они на митинги ходят, и используются как подставки обычные под флажки, вот под красные флажки. Все, по сути дела, происходит сверху. Назначают на секретаря обкома, по сути дела, сверху. Спускают просто-напросто человека, часто из Москвы. Я знаю, что руководители районных организаций, многие уже не соответствуют своим месту, которое они занимают. Но кого поставить на их место, это, опять же, решают не сами первичные организации, а именно руководство. Все обращения в ЦК, ЦКРК, ничего не дают совершенно. Просто людей, рядовых коммунистов, не замечают. Да что ж там рядовых? Не заметили Юльчика, не заметили Федорук, не заметили Федору. Ну зачем ему настоящие коммунисты? Более активных молодых там стараются, если не придерживать, то убирать. Просто-напросто выхода вот этой энергии молодому задору, энтузиазму не дают. На каждом собрании, ну если не на каждом, то на очень многих постоянно слышится голос таких пожилых людей, которые говорят, обязательно только осторожны. Множество коммунистов в партии КПРФ со всех регионов в знак протеста просто выходят из партии, считая, что эта партия не коммунистическая. Я отношусь именно к таким людям, которые считают, что партия КПРФ исчерпала себя как коммунистическая партия. То, что происходит в КПРФ последние два года, когда устраняются все люди, не согласные с ним, это уже ясно указывает на то, что гораздо важнее для него как раз вот не практический результат, а именно собственное положение во власти. Он устраняет всех, которые мог бы стать ему конкурентом. Я просто не понимаю, почему партия избавляется от таких людей, от активных. Потому что они не хотят никаких перемен. Они просто являются обманщиками людей. Друганова насадили в эту партию, и он продолжал разрушить действия в партии. Сдерживал коммунистические движения, сдерживал объединения, прикрывался коммунистической ширмой. Я сам был свидетелем, собственно говоря, второго съезда НПСК. Я был там в качестве приглашенного. Ну, я видел весь процесс, что меня поразило тогда. Каждый делегат, выходя на трибуну, начинал свою речь где-то с минутного или полутораминутного участвования Геннадия Андреевича и его великих заслуг. Прямо как в СССР. Как будто ничего не произошло. 98-й год. Открытости, как таковой, в ней нет. Существующая, устроенная Зюгановская партия. То есть там критика не практикуется вообще в ней. То есть если ты будешь критиковать, да-да-да, в результате тебя просто отметут и все. Хотя это нормальный процесс критика. Там это полностью исключено. Почему я говорю, что она умирающая просто-напросто? Благодаря этому. О чем же мы тогда будем говорить, что там какая-то демократия в партии, какое-то партийное товарищество? Да нет там никакого товарищеского партийного. Все эти товарищи составляют безидеологическую массу. Значительное число коммунистов, они просто не способны действовать самостоятельно. Они всего лишь исполнители воли сверху. Это небоеспособная партия. Ну да, партии бывают 500 тысяч человек. Почему она стала 153 тысячи? Причем то 153 тысячи в партии, это тоже большая, с большой натяжкой. Ну где-то процентов 30, это просто приписки там. И люди, которые просто, их никто и не видал в партии. Вчера жена принесла последнюю рекламную газету КПРФ. Там фигурирует одна девушка, она вступила в КПРФ только в 2011 году. И уже выдвигается в качестве депутата. Ну, кандидата в депутаты, она выиграла на конкурсе «Мисс Нижний Новгород». Я говорю прямо и открыто. И надо и всем говорить прямо и открыто. То партия КПРФ, это не коммунистическая партия КПРФ. И в ней ничего не изменится. Будут приходить новые карьеристы, возможно, молодежь поддерживающая, непонимающая. Старые, которые остаются же в этой партии, считающие себя коммунистами. Посмотрите, есть сайт, менюст, он открыт для каждого. Посмотрите, сколько получает партия ежегодно от государства. А это же бюджетные деньги, куда они расходуются? На выпуск книг доктора фальшивого философии, лидера партии. А лозунги Зюганова о том, что надо национализировать что-то, это не более чем лозунги, как папа Гапона, который людей просто подставляет ради интересов небольшой группы лиц, которые там хотят просто остаться у власти. Не говорили, товарищи, почему ты вышел из партии? Я вышел в знак протеста. Коммунисты не могут уже по-старому смотреть, как вожди продают депутатские мандаты, как вожди партии взяли в руки свою власть. КПРФ работает строго стандартно, она считает, что она делает все правильно и ничего менять в своей деятельности не хочет, хотя 15 лет уже это результата не приносит. Процент голосования падает. Почему люди, которым нравится Советский Союз и идеи социализма, не голосуют за КПРФ? Вот это вопрос, который сейчас, ну вернее, в наших кругах витал уже очень давно. И анализируя его, мы приходим к выводу, что, по сути дела, главное, на чем зациклилась КПРФ в последние 15 лет, это переход к абсолютному парламентаризму. Дюганов кричит, что у него есть короче команда. Да никакой команды нет. Они сидят в Госдуме по 20 лет, перетирают одно и то же. Меня лично, как коммуниста и моих друзей, очень возмущает то, что все призывы к народу, которые КПРФ обращает в последние годы, они ограничиваются одним. Голосуйте за нас. А почему нет будущего за коммунистической партией Дюганова? Потому что он именно работает, он ностальгия по прошлому. То есть с поколением, вот со старшим поколением это все уйдет. Позиция у нас такая, для одного голоса партии КПРФ.